Борис Акунин. История Российского государства. От Ивана Третьего до Бориса Годунова. Между Азией и Европой. Предисловие к третьему тому. В томе первом было описано раннее русское государство, которое появилось в конце IX века. Просуществовало несколько столетий и распалось. Главная причина неуспеха этой первой попытки, говоря коротко и упрощенно, заключалась в том, что исчезла причина, по которой это государство возникло. Она образовалась на ключевом отрезке Великого Купеческого пути из Варяг в Греки, вдоль рек, соединяющих Черное море с Балтийским. Пока эта коммерческая магистраль сохраняла свое значение, Киевская Русь процветала, богатела и расширялась, выражаясь языком современным за счет выгод от обслуживания транзита и участия в византийско-европейском товарообороте. Когда же речной маршрут начал хереть из-за открытия новых торговых трасс и ослабления Византии, обнаружилось, что русская центральная власть слишком слаба. А внутренние межобластные связи недостаточно развиты, чтобы удерживать такую большую территорию внутри одной политической системы. Местным правителям стало выгоднее существовать самостоятельно, нежели делиться доходами с киевским великим князем. А у того не хватало средств справиться с центробежным движением. Обширное, но не крепко сшитое государство, охватывавшее значительную часть Восточной Европы, в XII веке распалось на множество средних и мелких княжеств, которые изредка объединялись перед лицом внешней опасности, но чаще воевали между собой. Однако они еще продолжали называться Русью, сохраняли один язык, общую культуру, единую церковную организацию и управлялись родственниками, членами династии Рюриковичей. К моменту катастрофы 1237 года русского государства как такового давно уже не существовало, но страна еще сохранялась. Во втором томе рассказывалось о том, как вследствие вмешательства внешней силы, монгольского нашествия, на время исчезла и страна. Русь утратила независимость и распалась на две части, каждая из которых в дальнейшем пошла своим историческим путем. Восточная половина стала сначала Ордынской провинцией, а затем Ордынским протекторатом. Западная попала под власть литовских великих князей и польских королей. Двести с лишним лет, с середины XIII до середины XV века, суверенного русского государства не существовало. Однако по мере ослабления великой империи Чингисхана, вследствие ряда объективных, но в еще большей степени случайных факторов, на северо-востоке бывшей страны начало укрепляться одно из маленьких княжеств – Москва. Очень небыстро, за полтора века преодолевая сопротивление соседей и гибко приспосабливаясь к изменчивой ситуации внутри Орды, московские правители добились того, что их лидерство стало неоспоримым, а верховенство татарского хана превратилось в пустую формальность. К моменту смерти Василия II и выкнижения его сына Ивана III, 1462 год, в восточной половине Руси созрели все предпосылки для возрождения большого государства, второго русского государства. Приступая к работе над русской историей, я намеренно отказался от выстраивания какой-либо концепции. Нет у меня такого искушения и сейчас. Я по-прежнему не собираюсь ничего доказывать читателям. Не хочу их убеждать в правоте именно моего взгляда на историю. Я хочу всего лишь пройти по всей цепочке событий, чтобы посмотреть, как развивалось российское государство, и попытаться понять, почему оно сумело справиться с одними задачами и не сумело справиться с другими. В какие моменты государственная власть действовала в интересах страны и народа, а когда она им вредила? Вообще, что такое польза и вред применительно к стране на каждом историческом этапе? И все же, даже при таком намеренно ненаучном, неметодологическом способе изложения, трудно не заметить, что на протяжении тысячелетней истории неоднократно происходило чередование векторов движения. Страну, географически расположенную на стыке западной и восточной цивилизаций, вело то в сторону запада, то в сторону востока. Эти переходы из условной Европы в условную Азию и обратно настолько очевидны, что мало кто из серьезных историков оспаривает историческую двухкомпонентность российского государства. Колебания этого геополитического маятника отражены и в названиях томов. Первый назывался «Часть Европы», потому что до середины XIII века Русь оставалась в русле общеевропейской истории, если включать в таковую и Византию. Второй том пришлось назвать «Часть Азии», ибо Русь, во всяком случае восточная ее половина, стала частью азиатской, монгольской державы и начала существовать по совершенно иным принципам. Данный том получил название «Между Азией и Европой». Русь восстанавливает независимость, переходит к самостоятельному развитию, однако пока еще она намного ближе к востоку, чем к западу, прежде всего по своей государственной системе, унаследованной от Орды и в значительной степени ее копирующей. Это и естественно. Русские правители не видели и не знали государство могущественнее Золотой Орды. Византия, былой учитель киевских великих князей, впала в ничтожество, а в 1453 году вообще прекратило свое существование. Новый Исполин, Османская империя, была военной державой, которая тоже в значительной степени заимствовала структуру чингизитских царств. Военно-ордынский тип государственной организации строился на простых, ясных и удобных принципах. Главный стержень – абсолютная, обожествленная власть государя. Правление осуществляется не по единому для всех закону, а по августейшей воле монарха. Все подданные от первого вельможа до последнего раба считаются слугами государства, то есть государя. Жесткая вертикальная структура при необходимости обеспечивает быструю мобилизацию военных и хозяйственных ресурсов. Правда, Золотая Орда рассыпалась на глазах у московских правителей, однако произошло это, по представлению современников, из-за ослабления ханской власти и своеволия ордынской знати. Русские правители сделали из этого вывод, казавшийся очевидным – чем тоталитарнее контроль сверху, тем прочнее держава. Так возникает парадокс, который впоследствии станет одной из главных коллизий российской истории. Оставаясь по своей структуре, принципам устройства, идеологии, государством ордынского склада, Россия будет стремиться занять важное, а если получится, то и доминирующее место в европейской политической системе. Дело в том, что одновременно с созданием нового русского государства при Иване Третьем энергетический центр истории начинает постепенно перемещаться с востока на запад. На первом этапе описываемого периода Азия в лице Османской империи еще наступает и теснит Европу. Но к концу XVI века опережающее развитие последней становится все более очевидным. Обновленному русскому государству, связи которого были традиционно ориентированы на восток, приходится все больше заниматься западом. Европа становится ближе и важнее. Экономические, технологические и культурные интересы заставляют Русь поворачиваться к ней лицом. Следующий, четвертый том, посвященный Руси XVII века, будет называться «Между Европой и Азией». К тому времени московское государство отдрейфует еще дальше в западном направлении, все более дистанцируясь от востока. Третий том охватывает события с 1462 до 1605 года, то есть с момента фактического освобождения Руси от иноземного владычества до Великой Смуты, новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и вражеского вторжения. Первоначально я собирался назвать том «вторая попытка». Это, собственно, и была вторая попытка создания большого централизованного государства, мощно стартовавшее, но приведшее к печальному финалу. Суверенитет вновь был утрачен, но теперь уже в столкновении с Западом, а не с Востоком. Хотя крах оказался менее катастрофичным, чем в XIII столетии, и независимость через несколько лет была восстановлена, все же представляется очень важным понять, почему успехи сменились поражениями, что во втором русском государстве изначально было или со временем стало причиной подобной непрочности. Именно эта линия в данном томе будет ведущей. Мои предположения и выводы, как обычно, я соберу в заключительной главе. К тому времени читатель, уже ознакомившись с фактами, наверняка сформируют собственную точку зрения, которая, возможно, и не совпадет с авторской. Эпохи российской истории с ее перемещениями из одного цивилизационного пространства в другое настолько отличаются друг от друга, что в каждом томе приходится менять принцип повествования, приспосабливая его к особенностям данного периода. Структурно третий том существенно отличается и от первого, и от второго. Прежде я уже писал, что меня очень занимает давний спор о роли личности в истории. Совершенно очевидно, что эта роль сильно варьируется в зависимости от формы государственного устройства. При демократической республике или ограниченной монархии она, разумеется, существенно меньше, чем при абсолютизме или при военно-диктаторском режиме. Если, обычно в силу вполне объективных причин, в стране устанавливается режим неограниченной власти одного человека, то фактор вполне субъективный, личные качества правителя, обретает гипертрофированное значение. Такой концентрации единовластия, такое произошло в описываемый период, на Руси прежде еще не бывало. В эти времена, когда, по выражению Соловьева, государство было еще так юно, личность самодержца определяла политику страны, а стало быть, ее судьбу. Карактер монарха, слабые и сильные черты его натуры, состояние здоровья, события семейной и частной жизни накладывали отпечаток на всю эпоху. Не будет большим преувеличением сказать, что действовал принцип «каков государь, таково и государство». Вот почему в период, охваченный данным томом, описание политических событий, социальных и экономических изменений проще вести не от объективного к субъективному, а наоборот, от личного к общественному. Для рассказчика это очень удобно. История второй попытки легко делится на четыре времени по числу русских правителей. И у каждого из этих времен отчетливая собственная индивидуальность. Первые три раздела, время Ивана Третьего, 1462-1505, время Василия Третьего, 1505-1533, и время Ивана Четвертого, 1533-1584, я назвал именами монархов. Четвертый, время Бориса Годунова, 1584-1605, именем фактического главы государства, хотя с 1584-го до 1598-го на престоле находился царь Федор Первый. Каждая часть начинается главой, посвященной личности властителя. Без этого многое в жизни государства осталось бы непонятно. Затем следуют тематические главы, формирование и подбор которых опять-таки зависят от индивидуальных особенностей правления. Чем рациональнее и последовательнее владыка, тем стройнее повествование, как, например, в описании эпохи Ивана Третьего. И наоборот, при таком метущемся монархе, как Иван Четвертый, рассказ о жизни государства тоже получается скачущим.